Возложил Алые Гвоздики на Аллее Славы и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Парламентарий вместе с партийцами местного отделения Единой России, молодогвардейцами и общественниками почтил память героев войны и поздравил всех причастных с 23 февраля. Хочу пожелать всем мужчинам, а по сути это защитники, защитники своих семей, защитники своей малой родины, всей страны в целом, хочу пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа, быть всегда на высоте и пускай в каждой семье живет мир, добро и любовь. И, конечно же, всем нам мирного неба над головой. Далее Владимир Жук побывал в районном Доме культуры и досуга, где прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню Защитника Отечества. Просторный зал ДК был полон людей в военной форме. С приветственным словом, героем наших дней, обратилась заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Люди, которые выбрали своей профессией родину защищать, ну вот для каждого, просто, наверное, с детства, это образец воли, чести, достоинства, смелости. Отдельные слова благодарности личному составу и командному составу частей на территории Ленинского городского округа, которые неоценимый вклад вносят в воспитание, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сергей Богатырев заступил на службу 15 лет назад и ни разу не пожалел о своем выборе. Любовь к родине, мы военнослужащие, главное, достойно выполнять свой воинский долг. Впрочем, среди адресатов поздравлений не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. И год от года число женщин в военной форме только растет. Я бы пожелала карьерного роста, взаимопонимания, здоровья – это самое главное. И хотелось бы, чтобы все-таки люди шли служить, не боялись этого. Гордость за ту страну, в которой мы живем – это военная традиция, подвиги наших героев, которых мы чтим, их память, которые заслужили авторитет нашей страны. Совершилось мероприятие праздничным концертом. Субтитры создавал DimaTorzok